Итак, друзья, Николай Балабанов. Во-первых, как ты попал в футбольный клуб Родина и какие эмоции у тебя вызвал? Первые впечатления о нашем клубе расскажи. Ну, я попал в Родину, меня пригласил селекционер Олег Пуговский. Он написал моим родителям, получается. До этого мне предлагали во многие клубы, но я не соглашался, потому что, не знаю, думал, буду на замене. А когда мне Родина предложила, мне мама сказала, что написали из Родины, и мне сразу понравился этот вариант, потому что я помню, как мы играли с Родиной, но мне прям понравился этот вариант. Когда вы играли с Родиной? Года два назад. Как сыграли тогда? 3-0, по-моему, проиграли. Что тебя удивило в нашем клубе? Может быть, методы работы, какой-то подход индивидуальный футболист? Именно, да, подход индивидуальный, потому что, ну, видите, например, вот, разминки не было, там просто приходил, мы даже не бегали, просто, ну, беговые чуть-чуть делали и все. А тут, ну, растяжка, тут прям все серьезно. Я понимала, на что я пойду, что надо будет трудиться. Ты мне скажи, откуда у тебя такая армия фанатов? Потому что, по-моему, уже два раза твой гол был номинирован на звание лучших гол-тура. Просто какая-то поддержка нереальная. Под 500 человек голосует за тебя. Откуда? Даже я сам не знаю. У тебя свой фан-клоп уже, что ли? Нет. Просто, если честно, почему я приехал сюда записать с тобой интервью? Во-первых, мы с тобой выпуск будем писать. А во-вторых, некоторые люди смотрят, понимают, что ты забиваешь. Тут вот шикарный проход с Росичем. Жалко, что он очки не принес. Люди сами говорят, возьмите интервью с Колей Балабановым. Понимаешь, что твой уровень просто уже где-то в космосе сейчас. Главное не зазнаться. Ты, главное, не смущайся, не зазнавайся. Вот. Поэтому желаю тебе удачи и отдыхай. Так, Кирюха. Во-первых, ты очень яркая личность за счет того, что у тебя просто даже рыжие волосы. Вот. Во-первых, как ты попал в родину? Скажи, пожалуйста. Меня позвал селекционер, и мы с родителями подумали, ну и согласились сразу. Сразу же? Да. Так, что тебя удивило в нашем клубе? Такой стандартный вопрос для всех новичков, хотя ты уже в команде больше месяцев. То, что тут сразу есть тренер по физподготовке, то есть мы в Крылья Советов просто делали какие-нибудь там беговые, чуть разминались, а здесь очень как бы... Ну, немножко по-другому, да? Тебя удивило это? Я не знаю, скидывает вам тренер информацию или нет еще, у вас подсчет ТТД уйдется после каждой игры. Мне не в курсе, да? Нет. Я тебе скину пару отчетов, где ты можешь посмотреть, сколько ты передач за мать сделал, отборов, обводок и так далее. Окей. Какие ты испытывал эмоции после того, как в первом своем дебютном матче ты забил гол? Ну, очень хорошие. Учишься как? Да. Хорошо. Ну, четверки-пятерки, четверки, да. Красавец. Какие у тебя интересы, кроме футбола есть? Еще баскетбол. А еще? Если брать неспортивную деятельность? Все. Все? Так и футбол. Окей, Кирюх, тебе удачи, побольше голов. Спасибо. Ты уже не новичок команды, но это твое первое интервью. Итак, как в Родину попал? Ну, вот там с моей командой, Краснознамец называется, мы на сборы поехали, и там слиционер заметил, и нам написали. Приехал, он посмотрел, и несколько недель тренировался. Как долго раздумывал, идти в Родину или нет? Ну, где-то, ну, недолго дня три, мы раздумывали. Что у тебя удивило в футбольном клубе Родина? Метод работы, может быть, подход к футболистам? Ну, что здесь, ну, ладно, вот это что-то. Например? Ну, например, ну, скорость упражнений. Не-не, это на стекле. Все, вообще. Какие у тебя есть интересы помимо футбола? Вспомина? Да. Ну, вообще, я хоккей люблю. Еще? Еще два назови хотя бы. Можешь в театр любишь ходить, книжки читать. Ну, и в волейболе тоже, блядь. Окей, Никитос, тебе удачи, побольше голов. Сколько ты голов забил в сезоне? В сезоне, по-моему, четыре. Ну, у тебя еще все впереди, четыре, это, в принципе, нормальный результат, поэтому побольше тебе голов, голевых передач. Спасибо. И надеюсь, что уже год через три-четыре ты будешь уже в КФЛ или ФНЛ.